В эфире программа «Законодатели». Меня зовут Мария Владимирова. Здравствуйте! И начнём мы традиционно с дайджеста парламентских решений. Депутаты окружного собрания провели заседание рабочей группы по подготовке изменений в устав округа. Участники рабочей группы обсудили более 20 поправок. Свои предложения представили органы государственной власти, местного самоуправления, прокуратура Нейнского округа, общественные организации. В уставе предлагается закрепить статус Нейнского округа как субъекта, входящего в состав Арктической зоны Российской Федерации. В развитии этого положения предлагается закрепить в уставе задачи органов государственной власти региона, обусловленные концепцией устойчивого развития Арктической зоны. Они касаются участия органов в формировании единого информационного пространства в Арктической зоне, а также разработки совместных программ по охране здоровья населения, окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, сохранению и развитию традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. В устав региона также предлагается включить положение концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, касающиеся проживания Нейнского и других малочисленных народов Севера. Прокуратура Нейнского округа предложила внести отдельную статью, посвященную Институту полномоченных в округе. Руководитель рабочей группы Виктор Кметь предложил дополнить устав округа главой, которая будет касаться совершенствования нормативной правовой системы региона. Совет муниципальных образований Нейнского округа выступил с предложением расширить перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Депутаты окружного собрания обсудили работу комплекса «Безопасный город» и организации единой дежурно-диспетчерской службы 112. В настоящий момент установлены и работают 65 камер видеонаблюдения, 28 терминалов экстренной связи, гражданин полиция, 6 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Они уже успешно используются в оперативной деятельности подразделения ОМВД России по Нейнским округам. Представители управления МЧС информировали депутатов, что в соответствии с рекомендациями министерства создаваемый комплекс должен являться не только частью более широкой региональной системы, охватывающей средства оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также средством контроля за состоянием объектов электроэнергетики и ЖКХ. По итогам обсуждения принято решение принять информацию о ходе работы по созданию системы «Безопасный город» к сведению, рекомендовать администрации округа при принятии решения о дальнейшем развитии комплекса исходить из принципа разумной достаточности, чтобы максимально экономно и эффективно использовать бюджетные средства. В Наринмаре состоялось заседание Комитета по культурной политике и туризму Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Депутаты шести регионов обсудили широкий круг вопросов. С приветствием к участникам встречи обратился и председатель Кружного собрания депутатов Анатолий Мяндин. В своем выступлении спикер отметил, что Парламентская ассоциация Северо-Запада России в своей деятельности уделяет большое внимание культуре и туризму. В том числе работа профильного комитета направлена на поиск законодательных решений проблем, существующих в этих сферах. Так выступающие единодушно отметили важность участия в развитии сельского туризма региональных властей. Она необходима для решения земельных вопросов, создания нормативно-правовой базы. К примеру, Псковская область предложила разработать ГОСТ для гостевых домов. Документ будет содержать минимальный набор услуг, которые будет обеспечивать хозяин дома при размещении туристов. Также необходимо стандартизировать и организацию питания, в первую очередь для безопасности и соответствия санитарным нормам. Нинский округ, как новичок в сфере туризма, будет участвовать во всех законодательных процессах. Подробнее о законодательных решениях мы поговорим сегодня с гостем в студии. Я приветствую депутата окружного собрания депутатов Валерия Ступчука. Валерий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Валерий Евгеньевич, мало того, что вы депутат окружного собрания, вы еще руководитель одного из старейших предприятий Нинского округа, Наринмарского объединенного отряда. Поэтому нашу беседу я хочу построить в том ключе взаимодействия исполнительной и законодательной власти округа в помощи предприятиям Нинского округа и в части социальной помощи жителям региона. Потому что через ваше предприятие оно косвенным образом тоже оказывается, эта помощь. Ну и начнем с экономической составляющей. Как ваше предприятие отработало 2015 год? 2015 год был один из лучших за последние, наверное, 8 лет. Потому что экономический спад 2008 года, он сказался на нашем предприятии. У нас объемы тогда упали более чем в три раза. На сегодня мы вышли на пик перевозок, особенно по местным воздушным линиям. Мы практически в 2014-2015 год в одинаковую цифру перевезли 23 тысячи пассажиров. То есть, собственно говоря, каждый житель села единожды перелетел на наших воздушных судах. По нефтянке тоже были замечательные показатели. Мы налетали более 11 тысяч часов. Соответственно, доходы у предприятия были очень приличные. В прошлом году в оборудовании денежных средств составило 1 миллиард 700 миллионов рублей. В том числе и субсидии, выделенные на пассажирские перевозки. По взаимодействию законодательно-исполнительной власти, да, законодатели приняли закон о том, что такие перевозки должны субсидироваться. Авиационный транспорт – это единственный транспорт у нас на севере. Круглогодичный, скажем так, регулярный, насколько позволяет естественная погода. Поэтому уделяется серьезное внимание. Мне довелось в феврале этого года побывать в Совете Федерации. Там был круглый стол развития авиации Севера и Арктики. И там приводились цифры. Я должен заметить, что наш округ – лидер по субсидированию пассажирских перевозок. Для того, чтобы было понятно, из бюджета было выделено более 230 миллионов рублей, а перевезли 23 тысячи. То есть помимо того, что человек заплатил установленный тариф по перевозке по определенным маршрутам, округ в среднем на каждого пассажира потратил еще 10 тысяч рублей. То есть округ доплатил за эту работу. Это связано с тем, что авиационный транспорт – достаточно дорогое удовольствие. Но вот если бы не эти субсидии, реальная стоимость билета примерно, ну, возьмем там Усть-Карль или какой-то другой населенный пункт, куда дороже всего летать, без субсидий. Сколько бы пришлось отдавать жителям? Ну, я могу назвать среднюю цифру. Средняя цифра, которую платит непосредственно пассажир, это не более 30% от тарифа. И чем дальше приходится лететь, тем меньше платят пассажиры, больше субсидия. Ну, скажем, по рейсу на Усть-Карль, пассажир платит не более 12%, скажем так, стоимости билета. От реальной стоимости билета. Но стоит отметить, что у нас есть еще и различные льготные категории граждан, которые пользуются услугами авиаотряда тоже за неполную стоимость. Можно отметить, какие это категории граждан? Ну, это молодежь до 23 лет, и женщины старше 50 лет, мужчины старше 55. То есть люди пенсионного возраста и, скажем так, молодые люди, которые еще обучаются в учебных заведениях и не имеют еще реального дохода. Стоит отметить, что и бюджет Нейнского округа в прошлом году оказал весомую поддержку авиаотряду на покупку новых самолетов. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за самолеты, какая сумма была выделена на них, и вы свою тоже сумму вносили какую-то определенную? Чтобы было понятно, мне удалось донести до законодателей и до исполнительной власти, что необходимо обновление парка воздушных судов. Связано это с тем, что воздушные суда у нас из советских времен пришли, то есть крайние машины, не говоря, последние крайние машины, которые приходили в 90-й, 91-й год — это вертолеты, и 89-й — это самолеты Ан-2. Мы понимаем, что парк нужно обновлять, мы понимаем, что очень дорогое топливо на самолете Ан-2, и была поставлена задача о том, чтобы минимизировать расходы на пассажирские перевозки, поэтому рассматривались несколько вариантов воздушных судов. Когда-то мы говорили про самолет «Тринотер», но он оказался очень дорогим, и экономика здесь не работала. Очень хорошо получилось, что научно-исследовательский институт гражданской авиации Нечаплыгина в Новосибирске разработал модификацию самолета Ан-2 с газотурбинным двигателем. К сожалению, у американского производства, но, как показала практика, этот самолет гораздо эффективнее самолета Ан-2, то есть он с полным крылом может взять, допустим, тот же рейс на Усть-Скару, мы с полным крылом берем 7, максимум 8 пассажиров, этот самолет сможет 12 пассажиров брать. То есть у него двигатель легче на 400 килограмм, топливо у него дешевле в три раза, бензин стоит где-то порядка 100 рублей за литр, керосин около 30 рублей за литр. При одинаковых расходах топлива эффективность мы просчитывали по двум воздушным судам, она должна составить где-то порядка 19 миллионов, то есть это 10,19 миллионов, это бюджетные средства, которые не будут нами востребованы. Посмотрим, правда, боюсь загадывать, но посмотрим, как пойдет эта машина. Но показатели у него очень хорошие. У него есть несколько хороших плюсов. Это скорость, это меньше вибрации, это меньше шум, и это печка, которую там сделали, уже салон, утеплили. Слушай, я помню, как ты летал на Ан-2, я очень сильно замерзла. При минус 30, очень холодный самолет, да. Здесь реализовали обогрева двигателя, так же, как это сделано на вертолете Ми-8. Кто летал на Ми-8, тот знает. Там даже жарко бывает. Печка достаточно эффективна. А сумма? Во сколько обошлось предприятию покупка? Бюджет выделил 225 миллионов, 150 из них. Это были деньги, первоначальные платежи для того, чтобы заложить на стопеля вертолет Ми-8 МТВ. Так как у нас вертолетные перевозки очень востребованы, особенно нефтяниками, и по вертолету мы планировали пассажирскую машину, для того, чтобы она была с креслами, для того, чтобы в том числе выполнять пассажирские перевозки. И по самолетам ТВС-2МС было выделено 75 миллионов, то есть общая сумма 225 миллионов. Естественно, мы уже начали платить лизинговые платежи по самолетам, это 3 миллиона 100 тысяч мы каждый месяц отдаем и будем отдавать в течение 36 месяцев, то есть 3 лет. По вертолету, который придет по плану, он стоит конец августа, начало сентября. Мы зарезервировали, кстати, даже номер для этого вертолета, 20-070 в Росавиации. Там лизинговые платежи будут составлять порядка 7,5 миллионов в течение 7 лет. А самолет когда поступит в окружную столицу уже? Самолеты прилетят сюда в апреле, там еще будет небольшая процедура по введению их в сертификат эксплуатанта. И с июня месяца начнем полеты на них. Мы еще хотим отучить группу пилотов и техников, для того, чтобы было достаточное количество. И основную нагрузку планируем перенести именно на эти самолеты. А они своим ходом полетят из Новосибирска на Ринмар? Да, с одной посадкой в Кемене. Пока предположительно так. И те же пилоты, которые обучатся, они уже и поведут эти самолеты? Да, да. Вы сказали о том, что скорость полетов будет у них больше, да, выше. А сейчас телезрители наверняка задаются вопросом, насколько они быстрее смогут добраться. Ну, на 30 км в час. Грубо говоря, если самолет Ан-2 летает на скорости 180 км в час, этот самолет будет летать на скорости 210. Ну, то есть тот же рейс до Усть-Кары обратно будет не 6 часов, а порядка 5 часов. А на каких направлениях будут задействованы эти самолеты? Его эффективно используют именно на дальних рейсах. Помимо всего прочего, в этом году мы запланировали в июне рейсы из Харуты-Винту и из Харивера в Усть-Инск. 14 рейсов у нас запланировано на Усть-Инск. То есть жителям округа удобнее, чем добираться в округ, потом вылетать на большую землю. Проще на самолете Ан-2 долететь до Инты, дальше железная дорога, там достаточное количество транспорта. Транспорт, на который можно добраться. Модернизация на этом заканчивается предприятие? Либо есть потребность еще в обновлении парка воздушных судов? И сколько на это нужно денег? Я должен сказать, что в планах предприятия полностью перейти на газотурбинный двигатель на самолетах Ан-2. Мы планируем, по крайней мере, в ближайшее время, это, наверное, 17-й, все-таки 18-й год, переоборудовать свои воздушные суда. То есть наш планер, мы перегоняем в Новосибирск, в Новосибирске снимают поршневой двигатель, ставят газотурбины, и машина возвращается. Мы первые используем эти самолеты на коммерческих воздушных перевозках, поэтому мы должны посмотреть, как он себя покажет, этот самолет. Могут появиться какие-то подводные камни, хотя, по большому счету, площадки те же, планер тот же, шасси те же, поэтому проблем не должно быть. А по эксплуатации двигателя там намного все проще и менее трудозатратно. Но вот без взаимодействия двух ветвей власти исполнительно-законодательно удалось бы добиться тех результатов, которые имеются на данный момент, хотя бы вот говорить о тех достижениях. Безусловно, нет. Безусловно, нет. Почему? Потому что рентабельность авиационного транспорта, она достаточно невысока. Из тех средств, которые мы заработали, из оборотных средств, мы могли себе позволить только купить, вернее, приобрести в лизинг один самолет ТВС. Округ нам очень здорово помог, тем, что практически один самолет купил округ, второй мы будем сами выплачивать. И по вертолетам, по вертолетам немножко сложнее, очень дорогая техника, и сроки лизинга очень небольшие, то есть до 7 лет. Поэтому, ну, чтобы было понятно, на вертолет МИ-8 МТВ нам обойдется в итоге 800 миллионов. То есть это практически половина нашего годового оборота. Валерий Евгеньевич, наши предприятия окружные переживают сейчас не совсем простые времена, это ни для кого не секрет. Где-то идут сокращения, где-то, значит, наоборот набирают новых сотрудников. Как переживают эти сложные экономические времена ваши предприятия? У нас не было сокращений. За последние два года мы приняли на работу где-то порядка 20 человек. Общая численность предприятия на сегодня 640. По тому объему работ достаточное количество людей мы не планируем сокращать. И те контракты, которые у нас заключены нефтяниками на оказание авиационных услуг, они вселяют уверенность в будущее. Я думаю, что в следующем году мы прогнозируем некоторые уменьшения, хотя и по этому году 5-10% мы делаем уменьшение, но обратных средств достаточно будет для того, чтобы выплачивать и лизинговые платежи, и зарплаты, и создавать, может быть, даже новые рабочие места. Я думаю, что не простят меня сейчас наши телезрители, если они задавали им этот вопрос. Впереди у нас сезон отпусков. Традиционно возникают вопросы, куда и на чем мы сможем улететь. Придут ли на наши воздушные линии новые перевозчики? Как решается этот вопрос? У нас периоды перевозки делятся на весенне-летний и осенне-зимний. Осенне-зимний период заканчивается 27 марта. Весна-лето расписание. Embraer Коми-Авиатранс, авиакомпания Коми-Авиатранс, будет продолжать выполнять полеты по воскресеньям в Сыктывкар-Киров. То есть из Сыктывкара он прилетает в Наринмар, делает полет в Киров, обратно и возвращается в Сыктывкар. Востребовано это направление полетов в Киров? Безусловно. Оно даже на сегодняшний, скажем так, не самый хороший период, оно загружено. Но это направление очень хорошо. Я думаю, что, может быть, даже в летний период Коми-Авиатранс рассмотрит вопрос о дополнительных рейсах. Продолжает выполнять полеты Нордавия по воскресеньям на Санкт-Петербург. И ежедневно немножко переносится время для того, чтобы это было удобнее пассажирам. Не в 8.30 будет вылет на Архангельск и далее там на Москву, Стыковке, Санкт-Петербург и так далее. В 8 утра. На 30 минут пораньше он будет вылетать. ЮТР продолжает выполнять полеты ежедневные на Москву. В летний период, июнь-август, планируется по вторникам-четвергам прямые рейсы на Санкт-Петербург. Вот, в общем-то, я перечислил все компании, которые у нас сегодня летают, которые заявились, те слоты, которые мы согласовали. Очень много вопросов поступает от телезрителей, от избирателей, в частности, касаемые стоимости билетов. Вот говорят люди, что дешевле гораздо улететь до Санкт-Петербурга либо до Москвы, нежели до Архангельска. Почему такая ценовая политика? И будет ли она меняться? Быть может, нужно пролоббировать, чтобы из бюджета округа еще какие-то нам льготы выделяли для пассажиров? Я не могу отвечать за компанию Нордави, которая определяет тарифную политику своей компании. Абсолютно точно знаю, что московское направление, оно субсидируется из федерального бюджета. Поэтому там ценник такой, да, я знаю, что до Архангельска долететь 11 тысяч, а до Москвы через Архангельска 6. И некоторые люди даже делают так, берут билет до Москвы, выходят в Архангельск и говорят спасибо. Будешь ли ведь. Хотя здесь нельзя сдавать багаж. Компания считает, что себестоимость у него такая. То есть, может, у нас просто конкуренция слабая. Да, это отсутствие конкуренции и, конечно, отсутствие субсидирования именно на этом маршруте. Валерий Венеевич. Хотя округ, насколько я знаю, субсидирует и этот маршрут. Да, там, конечно же, есть для пенсионеров субсидия. Там есть билеты, да. Люди обеспокоены тем, что и так сложные времена, а тут еще и не выбраться получается. Разве что вот можно будет потом по реке куда-то добраться, до коми и там уже до большой земли на своем автотранспорте. Я в начале программы сказала о том, что ваше предприятие юбиляр в этом году. Если проследить динамику развития, то с какими результатами вы пришли к своему юбилею? Самый важный результат, я считаю, это мы сохранили высокий уровень профессионализма, костяк предприятий, людей. Когда есть люди, можно любые горы свернуть. Для того, чтобы люди эффективно работали, должно быть соблюдено несколько условий. Должна быть нормальная заработная плата, должно быть нормальное орудие труда, то есть воздушное суда и нормальное жилье. Вот на этих трех китах мы пытаемся строить наше авиапредприятие. То есть на сегодня мы провели серьезную реконструкцию и по аэропорту, и по оборудованию. Сейчас уже обновляется воздушное суда. На сегодняшний момент мы строим профилакторию для летного состава. То есть на территории в Наринмаре или где-то за пределами? Нет, это в Наринмаре мы строим. Это на улице Рыбников. Мы участвуем в инвестиционном проекте четырехэтажном на 33 квартиры. Это, по сути, общежитие. Очень здорово. Валерий Евгеньевич, вы сами уже сказали, отвечая на этот вопрос, что без людей, которые работают, невозможно было бы добиться определенных результатов. Если вспоминать ветеранов отрасли, потому что без них никуда. Это те люди, которые создавали всю ту базу, которая действует сейчас. Кого бы вы отметили, вспомнили и за особые заслуги? Я очень признателен многим людям. Сталкиваюсь непосредственно с ними на работе и видю, что человек незаметно выполняет вот свой объем работы и свой посильный вклад выносит. У нас очень много людей, которые отработали больше 35-40 лет. Мне бы не хотелось кого-то отдельно выделять, но действительно и фанаты своего дела, и патриоты предприятия. Особо хотелось бы отметить, из летного состава у нас есть уникальный человек, Борис Григорьевич Сыровенко, который, во-первых, дольше всех летал на Антова, больше всех налетал. У нас такого налета, ни у одного пилота нет, почти 25 тысяч он налетал, без малого. То есть, собственно говоря, он в воздухе провел за свою жизнь три года. Кто не знает Бориса Григорьевича Сыровенко, я не знаю, в деревнях все его знают, потому что он всегда выполнял полеты по деревням и округам. Серьезный вклад внес Георгий Иванович Попов. Он и руководил аэродромной службой, и работал в службе движения. Очень деятельный специалист и человек величайшей души. Ну, я, пожалуй, на этом остановлюсь, потому что, я говорю, я боюсь кого-то обидеть, кого-то не вспомнить. У нас замечательная плеяда. Я говорю, Зверев Алексей Николаевич, более 42 лет отработал, из них 20 лет начальником АТБ. Это все вот на моих глазах происходило. И мы видим, как изменилась исправность воздушных судов, что намного меньше стало отказов. Это все плоды его труда. Достойно были оценены. Я ходатайствовал о том, чтобы ему наградили почетную грамоту собрания депутатов. Недавно она ему была. Здорово. Династии, мы знаем, есть целые, да, вот работают поколения. Как вот молодежь себя зарекомендовывает? Она идет по стопам своих наставников. Безусловно. У нас очень много улетного состава таких династий. Это и Букуевы, и Булыгины, и Крымовы, и Король. То есть родители летают, они заражают этой болезнью, потому что это болезнь. И заражают этой болезнью детей. И дети с удовольствием приходят и работают, и осваивают профессиональные эти навыки, и получают и удовольствие, и работают на благо предприятия, продолжая тот вклад, который сделали их родители. Какие задачи перед собой ставят предприятия на последующие годы, помимо модернизации авиапарка? Основная задача любого авиатранспортного предприятия это соблюдение безопасности полетов. Важно, чтобы это было безопасно. Конечно, необходимо обновлять парк. На сегодняшний момент мы, понимая, что определенные неудобства есть у нас из-за того, что аэропорт проекта в конце 60-х годов испытывают пассажиры в стерильной зоне, в накопителе, когда там в небольшом пространстве находится большое количество, более 100 человек, да, не хватает места, поэтому мы запланировали по этому году сделать реконструкцию и увеличить этот зал. Конечно, необходимо обновлять парк. Если не будем обновлять парк, то не будет будущего предприятия принципиально. Каждое воздушное судно имеет назначенный срок эксплуатации либо по часам, либо по годам. Когда-то все заканчивается. Поэтому вот эти три воздушных судна, которые в этом году у нас поступают, они целяют уверенность. И я думаю, что буквально в течение ближайших двух-трех лет будут рассматриваться вопросы о переоборудовании наших самолетов. Я еще раз говорю, вот этими американскими двигателями, как они себя зарекомендуют, и приобретение еще вертолетов. Будущее его округа таково, что добыча нефти будет перемещаться на шельф в море. Мы в свое время переоборудовали два вертолета, система аварийного приводнения. Но пока экономическая ситуация такова, что будет, наверное, выдержана какая-то пауза. А лет через пять, я думаю, энергично уйдем в море добывать. Ну а в связи с этим аэропорт у нас все-таки приобретет статус международного, либо пока нет такой необходимости в этом. Мы ставим вопрос перед Газпромом, так как Газпром единственная компания, которая выполняет полеты на Приразломную, да? Но, к сожалению, пункт перехода был оборудован в аэропорту Варандеи. Мы выполнили предпроектные действия некие, которые должны были показать. К сожалению, правительство России пока еще не приняло решение об организации этого пункта. Если мы будем уходить в офшор, то есть выходить на полеты на морские буровые установки, все, что находится за 12-мильной зоной, это за границей. То есть пункт перехода необходимо будет здесь организовать. Мы работаем в этом направлении. Кроме того, депутаты Горужиного собрания поддержали недавно инициативу, касаемую передачи взлеток, находящихся в сельских населенных пунктах, на уровень региона. Вы согласны с такой установкой вопроса? Ну, когда мы беседовали за круглым столом в Совете Федерации, там возникал вопрос о федеральных казенных предприятиях. То есть изначально была идея передать все посадочные площадки федеральные казенные предприятия, Амдермы, объединить их для того, чтобы было федерально субсидировано. Но, к сожалению, федеральный бюджет тоже испытывает не самые лучшие времена. Но я вот услышал эту цифру по году федеральные казенные предприятия выделяется порядка 4,5 миллиарда рублей. Это аэропорты Якутии, Чукотки и так далее. И в этом же списке стоит федеральное казенное предприятие аэропорта Амдермы. К сожалению, федеральный бюджет не может, поэтому, я думаю, необходимо нам самим справляться с теми проблемами, которые у нас есть. И разработать программу модернизации этих площадок. Я не думаю, что это очень большие деньги, но реально можно улучшить то состояние, которое есть сегодня. Можно уже будет, по крайней мере, в ручном режиме практически управлять ими. В каком состоянии взлетки сейчас находятся в населенных пунктах округа? Они отвечают требованиям стандартов каких-то авиационных? Дело в том, что аэродромы класса Е и посадочные площадки к ним сейчас снизили значительные требования. Они соответствуют этим требованиям, потому что изначально была такова история, что федеральное авиационное правило требовали организовать аэродромы посадочной площадки на уровне рапорта Шереметьево. То есть с ограждением, с эндроскопами, с авиационной безопасностью, охраной и так далее. Сейчас эти требования снижены, безусловно, они соответствуют. Нам на сегодняшний момент важно это содержать в пригодном состоянии полосы для самолета ВАН-2, так как самолет ВАН-2 это значительно дешевле, чем перевозить пассажиров на вертолете Ми-8. Авиация на Крайнем Севере была и будет, потому что без нее никуда. Как вы уже отметили, у нас по земле мало куда можно добраться, поэтому я вам желаю в юбилейный год для вашего предприятия только процветания, достижения каких-то новых высот и увеличения показателей в производстве. Спасибо вам большое, что вы пришли в программу «Законодатели». Буду рада вас видеть еще раз, Валерий Евгеньевич. Это была программа «Законодатели». Всего доброго. Увидимся.